Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече компании Skyworld Community, на которой речь пойдет о транспорте будущего, о транспорте, который народ на планеты Земля, объединившись, сделал именно для всего живого, потому что это лучший экологический транспорт, который отвечает всем потребностям человека 21 века и следующих веков. Конечно же, это не просто идея или концепция, а это полноценная компания, огромный, величайший проект за всю историю человечества, который находится на финальных стадиях развития. И с помощью данного проекта более полумиллиона человек объединились вместе для того, чтобы помочь гениальному ученому развить целую серию экологических технологий, которая начинается с первого, с транспортной инфраструктуры. И в данный момент мы находимся на 14 из 15 этапов развития. То есть мы уже подходим к последнему этапу, к завершающему, после которого весь проект войдет в стадию самофинансирования, станет мощной компанией, которая развивается по всей планете. Уже сейчас, как если вы присоединились чуть раньше, вы видели интервью с Анатолием Юнистским по итогам 22 года. Здесь перед вами я рекламирую интервью с Анатолием Юнистским от 21 года, чтобы лучше понимать, что в это такое непростое время, так скажем, происходило с нашей компанией, ведь время действительно было непростое, но успехи, которых достиг Анатолий Эдуардович, просто поражают. И поэтому официальный канал на ютубе Анатолий Юницкий. Пожалуйста, захотите, интересуйтесь, посмотрите в закладке видео его видео хотя бы штучек 10, которые по 10, 15, 20, 30 минут, либо его часовые фильмы, где он полностью передает свое видение технологии в 21 веке, какое оно должно быть. Он это представил, он это доказал и получил премию мира за свои технологии. И абсолютно свободно делится всей этой информацией с народом нашей планеты, со всеми землянами, которых уже 8 миллиардов человек. И, дамы и господа, мы с вами являемся одной из самых крупных и мощных сил, поэтому транспорт будущего, он действительно может зависеть и просто от людей, не от каких-то государств или крупных корпораций, а конкретно от людей, которые дадут дорогу этому прекрасному транспорту, этой транспортной инфраструктуре. И откроет огромный путь для будущих технологий Анатолия Эдуардовича. Потому что сейчас будет происходить техногенная цивилизационная развилка. И вы по всем этим ключевым словам можете так и найти на ютубе официальный фильм Анатолия Эдуардовича, где он в комплексе объясняет людям на простом языке, как обстоят дела с нашей планетой, с нашей атмосферой, с нашими ресурсами и с нашими технологиями. И то, что он предлагает, абсолютно меняет способ проживания человека на этой планете. И все окружающее, используя технологию Юницкого, будет процветать и благоухать. А не как сейчас, что от транспорта, так и от способов получения электроэнергии, космической промышленности и прочих-прочих вещей. И особенно места, где мы живем, наши дома и наши города. Все это включено в комплекс и называется Экомир. Экомир это целая серия технологий, первую из которых мы успешно уже реализуем. То есть там, кроме транспортной инфраструктуры, она просто самая актуальная, поэтому ее вот, она уже почти запущена, ее решили пустить первой. А далее у нас есть гумус, это восстановление почвы, так скажем, очень насыщенная земля черноземного типа, в которой есть абсолютно все для того, чтобы выращивать здоровое питание в больших масштабах без всяких химикатов, пестицидов и прочего. При том, что это побочный продукт от получения чистой электроэнергии по технологии Анатолия Эдуардовича, который хватит более чем на пять тысяч лет всему человечеству, более десяти миллиардов. И он это представляет людям. Жилые наши кластеры, эко-поселения, либо линейные города, то есть как это все будет связываться, это разработки Анатолия Эдуардовича, где на, так скажем, небольшом расстоянии может поселиться до десяти тысяч человек и иметь все абсолютно блага, которые необходимы человеку 21 века. Притом полное питание, электроэнергию, полное снабжение всем, чем нужно. То есть такой город, он не зависит больше ни от чего, потому что все там автоматизировано, и это мы дошли до этих технологий. Этого можно было ожидать, ведь наши технологии, наши компьютеры, наши роботы и искусственные интеллекты сейчас способны выполнять огромное количество, а главное широту задач в очень много, очень много сфер и очень много уже, так скажем, детализации. Мы можем перекладывать на наши изобретения, на нашу технологию, на наше детище, техногенную сферу, перекладывать задачи, которые должны быть сделаны или удовлетворены. Например, такие задачи, как рутинные деятельности, либо опасные деятельности. Это все могут делать роботы и наши алгоритмы компьютеры, искусственные интеллекты. Таким образом, человек будет освобождаться, освобождаться своим временем, главным ресурсом, который у него есть, единственный невосполняемый ресурс человека, который, конечно же, необходимо беречь и расходовать очень разумно. Как трудиться очень эффективно, так и отдыхать очень эффективно. Но именно эти проекты продолжат движение после завершения, так скажем, и выход на самовинансирование нашей транспортной инфраструктурной технологии. И будущее вот таких вот городов, опять же, и за нами тоже, потому что именно народ и будет пользоваться этим. Именно для народа и изобретены подобные кластерные города, потому что они максимально удобны. А с учетом транспорта, который мы практически сертифицировали, уже, так скажем, 15 этап на носу, с помощью этого транспорта можно будет строить линейные города, где вы будете связаны между вашими, между городами, будет связь с помощью подобного транспорта, и вы сможете в таком сеточном, так скажем, городе, при том, что он находится на разной местности, с разным ландшафтом, может находиться где угодно, с учетом, так скажем, особенностей конструкции уникальных технологий Анатолия Эдуардовича. Мы сможем расселиться по всей планете и добираться с одной точки до другой точки, с одной пересадки, либо вообще без пересадок, то есть в районе такого линейного города. И это потрясающе. Вы можете, если зайдете в Google и напишите «Абудаби, юнитский линейный город», то он вам выдаст... 2015 год, если не ошибаюсь, он вам выдаст даже PDF-файл, прям уже с разработкой, как у нас в Арабских Эмиратах, видимо, была какая-то работа на эту тему. И там была выставка, где тоже говорилось о технологиях Анатолия Эдуардовича, упоминалось. Вот, так есть целое... даже целый документ, сохраненный просто в свободном пользовании в сети, насчет линейного острова, полуострова, и как его можно облагородить с учетом и суши, и даже приморской зоны шельфа моря. То есть там, где еще не сильно глубоко, и прямое достаточно дно, но уже на морской, так скажем, части. И все это с помощью нашего транспорта соединяется в единые мегаполисы, струнные подобные. Таким способом жизнь действительно может стать экологической и райской на нашей планете. Но это, конечно же, не все. Ведь и дальше пошел Анатолий Эдуардович, и по работе в арктических зонах, как разрабатывать те места, куда мы сейчас не можем добраться. Либо по температурным показателям, либо потому что там строить, так скажем, или эксплуатировать что-то очень-очень тяжело из-за поверхности, например. Но именно транспорт, который мы сейчас реализуем, поможет изменить этот мир в необходимую сторону эффективности, чтобы все было безопасно, потому что струнный транспорт в 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт первого уровня, потому что он находится на втором уровне. Нету ни одного перекрестка. Все дороги, они проходят на разных уровнях. Не может быть бокового столкновения. И прямого не может быть, потому что есть машинное зрение, огромное количество датчиков, вся система связана между собой, все транспортные средства, вся трасса, все анкерные промежуточные опоры. То есть все детали, как единый рой, как пчелки-трудяги, совместно выполняют. И тем более они делают это автоматически, с помощью искусственного интеллекта, алгоритмов. Но и не без участия человека, конечно же, есть кто будет присматривать за всей этой системой на специальный случай. Но это необходимость, конечно же. Но а так система вся будет работать абсолютно самостоятельно и, самое главное, очень быстро, очень экологично и очень безопасно. Ну, и, кстати говоря, очень экономично. Поэтому, пожалуйста, зайдите на YouTube и посмотрите вот это видео. Формула будущего, как струнный транспорт может изменить мир. Это выступление с выставки Gitex, которая проходила в Объединенных Арабских Эмиратах в 2021 году. Достаточно серьезное о инновационных технологиях, о информационных технологиях сейчас, так скажем, нового уровня. И мы показываем, что мы на уровне, на этом самом передовом уровне мира по технологиям представляем то лучшее, что необходимо абсолютно всему живому. Потому что именно подобные технологии, как технологии эко мира, смогут изменить положение нашего климата, положение, так скажем, расшатанности нашей планеты, более благостное ее использование, работать с ней сообща, а не против нее. И тем самым она нам, конечно же, так скажем, в меру будет благодарна всеми своими ресурсами. Но самое главное, что без колебаний нельзя дойти до точки невозврата. Убить нашей технологии, которая вредоносная, гармонию на нашей планете. То есть этот баланс. Потому что даже сейчас в некоторых городах вы не можете дышать долгое время. Обычным воздухом вам нужен чистый воздух. Настолько, извините, загажены, потому что это грязь, как только есть на земле, а есть даже в воздухе. Мы, собственно говоря, нашим детищем можем превратить из нашей планеты, так скажем, в два направления направить ее. Либо в сторону ада, или как в матрице рисовалось, что только компьютеры и роботы, которым не нужно био, так скажем, особо именно растения дыхания и питания, смогут выживать на планете, которую техногенная сфера убила. Либо, то есть похоже на ад, либо мы можем сделать рай, где у нас, когда трасса строится, она абсолютно никак не мешает биосфере этого места. Все продолжает прости и расцветать. Мы не трогаем ландшафт, минимальное вмешательство и землеотвод прям на километр, так скажем, дороги, как пешая тропинка в лесу такая. То есть очень-очень мало затрачиваем, как ресурсов, времени, и огромную получаем выгоду с огромным, так скажем, долговременным использованием и с капитальными затратами самыми минимальными. И с ремонтом данной дороги, то есть более 50 лет вообще ничего не нужно будет делать. Хотя, как заявлял Анатолий Эдуардович, до 100 лет без капитального ремонта может обходиться струнная дорога. Поэтому, пожалуйста, поинтересуйтесь. Очень все наглядно, прям и в цифрах, и разжеванно, прям, ну что, прекрасно ложится в голову. Ты понимаешь, о чем он говорит, он приводит факты. Это все можно проверить, и увидите, насколько человек заботится об окружающем нас мире, о том, чтобы абсолютно все живые существа на нашей планете жили и процветали. Абсолютно все, не только человечество. Ведь, дамы и господа, мы всего лишь одна семья. Один вид из 12 миллионов видов известных организмов на нашей планете. Всего лишь один. Поэтому, ну, точнее, но мы самые влиятельные, и от нас очень многое зависит. Поэтому смотрите, пожалуйста, официальные сайты Анатолий Юницкий, точнее, на Ютубе каналы Анатолий Юницкий, Sky World Community International, Sky World Community Webinars. Также заходите, пожалуйста, на официальные сайты unitsky.engineer, чтобы узнать о нашем гениальном изобретателе и конструкторе, инженере, который действительно делает, создает, творит новый мир здесь и сейчас. И не зря же так много последователей, более полумиллиона человек, при том, что все со своими образованиями, знаниями об этом мире, каждый проверял и проверяет и видит по-своему данную информацию, но все они помогают. Все они помогают, все они решили, что это настолько важно, чтобы часть своего времени, своей энергии и ресурсов отдавать в именно это направление. Потому что за этим будущее, и это будущее в руках народа. Ни крупные банки, ни крупные корпорации не помогают в создании таких краудинвестингов, точнее, в таких проектов с элементами краудинвестинга, но сейчас люди с помощью интернета создают действительно фантастические вещи, объединившись, потому что есть общие интересы, общие, так скажем, важные направления жизни. И самому жить в гармоничном мире, чтобы вокруг тебя было хорошо, и будущим поколениям оставить мир, как минимум не хуже, но еще лучше, лучше. Поэтому, пожалуйста, интересуйтесь, заходите на официальный сайт, и, конечно же, unitsk.com, вы можете посмотреть, как это выглядит сейчас, наш салон продаж, так скажем, как выглядит уже магазин, в котором могут приобрести, могут договориться о встрече, о взаимном сотрудничестве и впоследствии о контрактах, об адресных проектах любые желающие люди, учреждения, либо государства, думы, каких-то городов для установки подобной транспортной системы в своих городах. Потому что, дамы и господа, 14 этап — это предпоследний этап, который мы уже завершаем, и 15 этап, один из 15-ти остался. Большая часть всей сертификации пройдена. По ним уже строят адресные проекты. Еще в прошлом году, в том первом видео, про 21-й год интервью с Анатолием Юницким, он рассказывает нам в декабре 21-го года о том, что первые коммерческие адресные проекты уже начаты, то есть уже подписаны, уже где-то идут предпроектные работы уже и так далее. То есть первый запуск, он произошел, ну и, конечно, сегодня в конце нашей встречи я вам поставлю еще раз то видео, которое было у нас до презентации, чтобы вы смогли вкусить самые последние новости, которые сейчас нам предоставили вот к Новому году. И увидеть, насколько же потрясающе развивается технология, даже при том, что она не завершила свои сертификации. Но множество стран следило за работой и прохождением сертификации, испытаний, как в Беларуси, так и в Объединенных Арабских Эмиратах. Потому что они понимали, что за этим будущее. Одна из самых экономичных технологий показывает самые лучшие характеристики, где такое видно, конечно же, специалисты, серьезные организации, у которых есть возможность отослать человека, например, и посмотреть, как на самом деле обстоят дела в развитии подобной технологии. И они увидели, что все идет семимильными шагами, даже при том, что происходит в мире. И поэтому, так скажем, в объединении мы достигли того, что даже до конца пятнадцатого этапа у нас уже пошло первое строительство. А значит, не за горами и первые дивиденды этой огромной технологии, которая в ближайшие годы будет развиваться по всей планете. Стоит только начать. И для этого все уже, можно сказать, практически сделано. Дамы и господа, меня зовут Артем Курбанов. Я из Латвии, из Даугапеса. И я узнал тысячи таких людей, как я, которые когда-то искали, как сделать мир лучше. И в своих поисках пришли именно сюда. Именно в компанию SkyWorld Community, где оказались, так скажем, невероятно полезными та информация и идеи. Те предложения, которые гениальный ученый собрал за всю свою жизнь и теперь передает людям, для того, чтобы сделать этот мир лучше. И это потрясающее действие, потому что всю планету обошел наш Анатолий Эдуардович Юницкий. И в данный момент он ближе всего к успеху, как никогда. Потому что мир его услышал. Мы получили премию мира, получили... Получаем и получаем все больше, так скажем, признания в научных руках. Потому что без вас, дамы и господа, без людей, без ученых, без инженеров, без строителей, без всех нас вместе, все развивается гораздо медленнее. А как только вы узнаете о всех плюсах данных технологий, которые принадлежит Анатолий Юницкий, вы поймете, что каждый день с его технологиями будет улучшать мир просто действительно семимильными шагами в сторону рая, где все цветет, где всем всего хватает, где потрясающая безопасность, фантастическая скорость и огромные возможности передвижения для каждого человека абсолютно без вреда всему миру. Так что, как и себе, как и всем моим близким, я рекомендую, изучайте Анатолия Юницкого и его труды. Потому что это гениальный человек. Unitsky.engineer. Вы увидите там за 40 лет работы потрясающий результат. Потому что человек отдал всю жизнь науке тому, чтобы мы с природой, с нашим домом космическим, матушкой-землей, жили в полном благополучии. И, так скажем, сообща, чтобы мы помогали друг другу. И ни в коем случае друг другу нигде на хвост не наступали и нигде в ненужном месте не кусали. Это все, все знания, которые необходимы для этого Анатолий Эдуардович включил в свои экологические проекты серии Экомир. Так что, вам, как минимум, первый проект, он уже завершается. То есть, тут уже не так много времени осталось. Уже смотрите и присматривайтесь к следующим. К новому типу электричества, вакуумное стекло, электро, так скажем, заводы по производству гумуса, эко-дома, эко-поселения, линейные города. Ну и, конечно же, выход в ближний космос и освоение тех территорий безграничного количества пространства, не то, что на нашей планете, наша поверхность, так скажем, ограниченная. Ну и, конечно, неограниченное количество ресурсов, прямой солнечный свет, солнечная энергия. И все это мог же достичь человечества уже в ближайшие столетия с помощью технологий Анатолия Эдуардовича. Не зря признали премией мира все его заслуги, не только струнный транспорт. Поэтому, дамы и господа, прошу, обратите внимание на unitsky.engineer и погуляйте там. Вы будете очень рады. Ну и, конечно же, нужно правильно понимать, куда я могу применить эту всю информацию. Зачем? Зачем мне тратить свое время и изучать какого-то мужика? Очень-очень серьезного, важного и гениального мужчину. Поэтому, эти все основные побуждающие факторы, которые вы сможете изменить в своей жизни с помощью компании Sky World Community, которая помогает, финансирует, реализует, можно сказать, вместе с Анатолием Эдуардовичем, эти инновационные экологические технологии. Поэтому, именно в Sky World Community, в сотрудничестве с этими экологическими проектами и с этим сообществом, где более полумиллиона человек уже, вы сможете улучшить свой дополнительный доход, получить финансовую независимость даже. И такие примеры нам известны, потому что благое дело, созидательное, оно всегда хорошо идет. Чем бы вы хорошим не занимались, это всегда будет приводить к богатству. И, конечно же, возможность собственного бизнеса с помощью компании Sky World Community. Свободное время, и вы, так скажем, сможете больше и лучше им управлять, как временем, так и перемещениями. Если, так скажем, заниматься сотрудничеством и помощью в, так скажем, реализации данной технологии. Конечно же, помощь другим и новые знакомства, это одна из частей, которая очень привлекает людей, особенно сейчас, в 21 веке, когда люди понимают, что необходимо объединяться, необходимо помогать, делиться информацией, давать возможности. Потому что это сейчас маленький шажок и польза сейчас, который сегодня мы дали нашему ближнему, она перестает за 365 дней, как прогрессирует со всеми возможностями человека. А еще же за этот год вы не раз свяжетесь и представляете, какая синергия сейчас происходит, когда 500 тысяч человек занимаются общим делом, связанным со спасением планеты и одним из самых крупных бизнесов за всю историю человечества. Потому что это одна из самых крупных отраслей вообще, транспортный бизнес. Тем более здесь и пассажирский бизнес, и грузовой бизнес. Потому что, Анатолий Эдуардович, так скажем, как говорил в видео, до 60 тонн мы сможем перевозить грузы с такой автоматической, безопасной системой экологической. Поэтому, дамы и господа, у нас в руках потрясающие возможности. И, так скажем, желание уйти с работы, но при этом оставить наследство будущим поколениям, возможно. Потому что именно экологические технологии дадут будущее. Сколько бы кто не сопротивлялся, в какой-то момент, когда станет тяжело дышать рядом с местом, где у тебя завод, человек начнет осознавать, что завод нужно менять. Потому что он неприемлем для жизни. И люди в итоге вытеснят вредоносные технологии. Потому что они выбирают лучше. Как правило, всегда, все равно, общество, оно выбирает лучше. У нас были пейджеры, появились мобильные телефоны. Люди потихонечку перешли на мобильные телефоны. То есть, все идет, или был телевизор без пульта, а стал с пультом. Люди двигаются к прогрессу, особенно к тому, что настолько будет просто. Не нужно будет управлять транспортом. Ты сел в транспорт, и он тебе доставил туда, куда ты на карте кнопку, так скажем, нажал по путям нашего струнного транспорта. То есть, данные технологии дают потрясающие возможности абсолютно всему человечеству. Ну и, конечно же, если вас заботит будущее планеты, то именно с компанией Sky World Community, и именно с Анатолием Эдуардовичем Яницким, с человеком, который лучше всех, мне кажется, на этой планете, понимает состояние вещей самой природы, технологий и человека. Что ему необходимо, что ему будет необходимо завтра и через сто лет. И это все уже изобретено в его серии технологий Экомир. Мы сейчас лишь доходим до того, чтобы весь мир, не только те, кто связан с премией мира, а весь мир увидел, почувствовал, поинтересовался, уделил, потому что это настолько важно, несколько часов или дней на изучение того, что предлагает этот гениальный ученый. И помочь ему. Потому что это в интересах всех людей. И этим не занимается ни одно государство в таком масштабе, настолько отдавая все людям. Это делает только Анатолий Эдуардович. Поэтому, дамы и господа, Unitsky.Ingenier, я прошу вас, заходите в гости и изучайте этого гениального человека, который приведет нас к космической цивилизации. Потому что все его технологии ведут нас к потрясающему освобождению времени, выработке автоматически, чтобы наши технологии работали на нас. Огромное количество ресурсов. И получается, что мы становимся больше творцами, потому что мы освобождаем свое время. Главный ресурс, который невосполнимый. Освобождаем время для того, чтобы творить, жить в творчестве. Потому что вся рутина, все опасное, абсолютно все ненужное могут занять технологии Анатолия Эдуардовича. Нужно просто дать им прорасти. Как сейчас у нас выросла крепчайшая технология, уже с таким фундаментом, с потрясающим количеством около тысячи специалистов, несколько заводов, которые сейчас пока есть для всего этого мира. Но это крепкий старт. И уже в самые ближайшие годы нам с вами придется расширяться абсолютно на каждый континент нашей планеты, чтобы как можно скорее реализовывать те проекты, потому что их будут десятки тысяч, сотни тысяч. А сейчас этот старт уже запущен. Поэтому, пожалуйста, следите за новостями. Сейчас все очень стремительно будет, так скажем, продвигаться. Уже то, что вы увидите, так скажем, в том видео, которое я поставлю в конце нашей презентации, так скажем, вишенка, изюминка на торте из первоисточника, со слов Анатолия Эдуардовича, чтобы у вас была полная уверенность в том, что вы увидели и услышали, перед нами, так скажем, откроется все направление этого наших возможностей. Потому что 15 этап, он будет уже очень скоро, дамы и господа. Уже в самое ближайшее время мы будем узнавать о данной информации, о том, как движется наше завершение 14 этапа. Потому что именно сейчас золотое время, когда нужно изучать технологию, об этой, эту технологию. Именно сейчас то самое время, когда еще достаточно большие выгоды, участие, то есть личные, я не говорю, всегда хорошие выгоды для мира. Вы всегда сделаете благое дело, если изучите работы и технологии Анатолия Эдуардовича. Если вы изучите его проект, который он вот сейчас вместе с огромным количеством людей довел до финальной стадии. То есть именно ваш вклад в размере вашего интереса, вашего времени, вашего внимания. Именно это сейчас важно. Ведь всюду, куда направлено внимание, то и растет. Поэтому нас хоть и полмиллиона человек сейчас, но этого недостаточно для того, чтобы хорошие проекты, либо финансирование на город или на трассу собирать вот так, за один день. А уже в ближайших 10 лет мы сможем это делать. Нас будет несколько миллионов человек, которые очень сильно и очень много будут зарабатывать на экологической транспортной инфраструктуре, улучшая планету, тем более во время потребительского общества, потребительского века, мы сможем финансировать подобные экологические проекты по всей планете. И не за 5 лет или за год, или за несколько месяцев собирать, а за неделю будет открываться какой-то проект, и эти люди будут собирать финансирование в миллионы, если не в миллиарды, буквально мгновенно. Дамы и господа, мы с вами сможем менять мир. И именно народ заинтересован в этом, потому что именно он и будет жить в этих городах. Именно он и пользуется этим общественным транспортом. Именно он и будет есть это питание, выращенное по технологиям Юницкого. Добра, добра, добра всем, кто сейчас нас видит. Здравствуйте, дорогие и любимые люди. Рад приветствовать. Вижу, что количество людей все повышается, и это очень радует. Дамы и господа, именно сейчас, в преддверии 15 этапа, я считаю, что задача каждого человека, кто уже соприкоснулся с этим, поделиться хотя бы один раз со всеми людьми, которых он знает, которым он желает добра, которым он желает блага, о том, что эта технология не просто картинка или представление, или какое-то предложение на будущее. Это реальная технология. Это технология, которая практически завершена, которая дает лучшую философию жизни на нашей планете, как в старых городах, так и в новых городах. Согласен, Ян, вижу ваши комментарии. Да, я по-прежнему также стараюсь всеми возможностями помогать, ускорять. Неважно, на месяц, на неделю или на день, быстрее наступит окончание проекта и будут строиться, и все быстрее построятся еще новые заводы на других континентах и будет отразвиваться. Но если даже на день, уже здорово, что я сделал такой вклад, и этот мир начал меняться в лучшую сторону на день раньше. Это даст огромные возможности, целых 24 часа возможностей. Вот. А на вопрос, когда 15 этап, дамы и господа, мы недавно перешли на 14.3, но с учетом того, что сказал Анатолий Эдуардович и видео, в котором вы сегодня увидите, и, конечно же, то, что нас ожидают. Сейчас же прошла реклама о том, что будет с Анатолием Эдуардовичем там в Шарджи, интервью, будут ответы на вопросы, и будет очень-очень важная информация предоставлена для людей. Я думаю, после Экспо 2020, так скажем, такое количество важных делегаций было там, и увидело, и прочувствовало собственным телом эту технологию, уже рабочую. Это не заставит нас долго ждать, дамы и господа. Поэтому в скором времени выдохнем, в скором времени с облегчением. Надеюсь, очень-очень скоро появится возможность приехать и увидеть, или даже заснять видео собственными руками. Я постараюсь это как-то сделать, когда будет открытие первого адресного проекта в Белоруссии. приехать туда, когда огласят, когда это все-таки будет, и передать вам, чтобы вы видели, что вот оно, зерно, такое еще важное, важная свая, положено в основу, так скажем, нашего, восстановления нашей компании. Вот. Я думаю, что скоро. Очень скоро. Вот. Стоит только интересоваться. Сейчас выходит достаточное количество новостей, которые будут наводить вас на правильные мысли. Больше ничего не скажу. Вюэстая философия это помочь всей планете. Мы видим это в каждой технологии. Не только человеку. Не только флоре и фауне. Всей планете. Ведь представьте, смотрите, мы когда передвигаемся на автомобиле по автостраде, это можно сказать наш дом. Он нас защищает от ветра, от снега, от дождя. Мы быстро на нем передвигаемся. Все так классно, уютно вокруг. И музыка, и тепло, и приятно. Вот представьте, наша планета Земля это такой же дом. Это такой же дом в космосе, который летит в солнечная система с нашим солнцем, вокруг него еще летим мы по направлению определенному. И все это, так скажем, вместе. То есть мы летим в космосе, это наш космический корабль. Живой. Абсолютно. Абсолютно живой. Потому что на нем и флора, и фауна, они тоже живые. Это уже как посредственные, это уже следующие, следующие уровни, более мелкие. И там же и мы. То есть это наш дом, который мы совместно живем, используем, ухаживаем за ним, либо наоборот. Вот сейчас философия всех технологий Юнисского для того, чтобы относиться к нему с максимальной любовью. Потому что мы можем жить потрясающе, благополучно, в полном изобилии, с учетом тех технологий, которые есть уже даже сейчас. На планете произведено все необходимые товары абсолютно на всех людей, которые сейчас живут, больше, чем одна штука на человека. Все уже есть. Изобретено. То есть если прямо сейчас перестать изобретать и производить, все есть. Просто раздайте все всем, у всех будет все. Посмотрите на наши полки в магазинах. То есть это денежная система, которая давала нам такое развитие, давала обучение выезжать в другие страны, развиваться, так скажем, месторождения, материалы, процессы, технологии. Мы дошли уже до огромной точки. Мы можем обеспечить всю планету. То есть сейчас, как говорили многие мыслители и инженеры к энергии, например, как Жак Фреско и сам Анатолий Эдуард Вичиницкий, мы переходим в новую эпоху, в новую эру. Вот. И, конечно же, нам необходимо объединяться здесь. Только с пониманием, что происходит, мы будем понимать, как действовать и в какую сторону двигаться более разумно, более экологично, где мы будем более счастливыми. Конечно же, когда вокруг нас заводы, и постоянный шум, свет, не знаю, и плохой запах или нечем дышать, как в некоторых городах или в некоторых жилых районах, это не вариант. Это, конечно же, необходимо убирать. И это все возможно в глобальном смысле. мне кажется, только с технологиями Анатолия Эдуардовича Юницкого. Потому что я не видел, я не нашел еще ни одного ученого, который предоставляет или одну страну, корпану, корпорацию, которая предоставляет комплекс технологий, с помощью которых мы сможем изменить абсолютно всю планету, и это будет доступно всем странам. то есть настолько экономически разумно и обоснованно. Я еще таких не находил. Если вы найдете, пожалуйста, делитесь, давайте смотреть, что, где, как, корпорироваться с этим. Но на данный момент нужно работать с тем, что есть, и это лучшее, то, что есть в поле зрения. А эта транспортная инфраструктура, которую мы уже заканчиваем, она лучшая из всех видов транспортных инфраструктур уже на данный момент, потому что коэффициент его полезного действия уже в незавершенном даже состоянии и больше, чем у других. Поэтому, дамы и господа, перед вами эволюция, можно сказать, даже революция. И именно такими все технологии Юницкого и приходится. То есть, этот человек не зря просто так отдал всю свою жизнь науке, потому что в данный момент все это складывается так, и при том не только его работа, но и критика тоже тут помогла совершенствовать и доводить все его технологии и изобретения до идеала. И поэтому у него получается самое эффективное, самое безопасное и самое экологическое, так скажем, производство, чего угодно. Человек, который сделал более 150 изобретений, написал более 20 монографий, несколько грантов он сделал и сейчас создал такое мощное производство, которое, блин, не уступает, можно сказать, космическому, можно космические вещи какие-то делать там, потому что то, что он сделал, собрал тот штат, то программное обеспечение, мы работаем на самом высоком уровне, на передовом уровне мировом. И то, что я видел в Объединенных Арабских Эмиратах на Экспо-2020, дамы и господа, мир действительно на очень высоком уровне развития. Технологии развиты просто вау, это нужно видеть, просто если из провинции смотреть, или даже через интернет, не видишь так много, как когда ты на месте, видишь, как это все уже внедрено, уже работает. Когда я был в Лондоне, в Лос-Анджелесе, в Дубае, уровень технологий, он очень высокий, и наша технология абсолютно не космическая, абсолютно наземная, слегка надземная. Ее абсолютно прекрасно принимают, потому что она вписывается на ура в 21 век. А с учетом всех ее характеристик, лучше просто и придумать нельзя. И я обещаю, если вы зайдете на Unitsky.engineer и почитаете его технологии от А до Я, вы будете действительно вот так же восторжены и так же будете говорить, потому что то, что он изобрел и то, что он отдает людям, это фантастика здесь и сейчас, прямо наяву. И мы это видим в том, в каком подходе, то есть как создаются эти технологии, как разумно все используется, как они модернизируются. Сейчас уже пятое поколение, то есть 20-й, 21-й, 22-й год были настолько непростыми, и многие компании это, так скажем, свалило, сложило, а у Анатолия Эдуардовича все движется только в лучшую сторону. Потрясающие изменения он сделал в, так скажем, в компаниях, в технологии, сделал улучшение, сделал, так скажем, перебазировку и получил только наилучший результат, поэтому мы на рынок выходим с еще более лучшей технологией, чем могли бы. вот, и возможности нашей компании уже очень высокие, так как мы уже даже делали, точнее, отдельный проект из России, поступил заказ, там изобрели электромашины, электромобили, и у наших, так скажем, нашими мощностями попросили это выполнить, и мы справились с этим потрясающе хорошо, вот, потому что проект, конечно же, зависит от финансирования, ну, развития проекта, зависит от финансирования, вот, максимальную скорость такого финансирования притока нету в последние несколько лет, то есть он стабильный, мощный, но не такой, что прям вот максимум всех 100%, поэтому оставшееся время еще Анатолий Эдуардович умудряется, так скажем, повышать квалификацию и расширять возможности наших заводов и выполнять дополнительные заказы для того, чтобы содержать такой большой штат и делать, так скажем, его содержание более экономичным, более разумным, поэтому в данный момент вся задача у нас лежит на сертификации и у нас все мощности выстроены для этого, то есть в данный момент мы на такой финишной прямой, где нету поворотов практически, мы просто летим уже с огромной скоростью набранной и просто систематически завершаем работы по сертификации технологий и по адресным проектам, ведь именно в адресных проектах начинается изменение этого мира, но все все равно начнется с сертификации, потому что сертификация 15 этапа, после этого компания полностью готова делать весь спектр услуг, которые она заранее, ну, изначально хотела, то есть у нас компания будет независимой, она уже сможет сама развиваться, брать адресные проекты, делать их, осуществлять, получать с этого прибыль, развиваться, конечно же, и расширяться, улучшаться, модернизироваться, но и с этой огромной капитализацией компаний, конечно же, пойдут и огромные дивиденды. Именно с помощью этой технологии мы откроем, так скажем, разблокируем возможность всем остальным видам технологий Анатолия Юницкого выйти в такие же проекты, потому что очень большое влияние, выход на самофинансирование этого проекта принесет для всего Экомира. Ведь представьте, как только первый отчет какой-то покажет, как работает трасса, как только завершится проект, и мы с вами люди докажем, что народ наимощнейшая сила, что элементы краудинвестинга, то есть народного финансирования, когда люди объединяются с более чем 220 стран регионов мира по общим интересам, по общей важной цели и создают настолько важную технологию, ну, планетарную. Кто бы мог подумать лет 20 назад, что вообще можно, вот мне бы сказали, что я буду заниматься тем, что у нас появится на планете новая транспортная отрасль. Я бы, наверное, не поверил, потому что не смог бы представить, потому что не знаком был с Юницким и не знал, что, а что, так можно было? Вот, оказывается, это самое уникальное и разумно продуманное вид перемещения вообще в пространстве. как можно было это упустись? Ну, кто-то же должен был до этого дойти. Так вот, когда изучаешь технологию Анатолия Юницкого, все следующие, вот такое же ощущение, просто это же гениально, и ты туда смотришь, и это же гениально. Поэтому, как только сертификация подойдет к концу, с помощью нашей помощи, с помощью нашего финансирования этой технологии, конечно же, пойдет по всему миру такое огромное движение, развитие, все новые и новые заводы. Я очень-очень жду этого момента, потому что понимаю, это уже чувствуется, это уже видно, по уверенности особенно Анатолия Эдуардовича, еще два года назад, то, что я видел, то, что вижу сейчас, то есть все идет просто потрясающе. Осталось только людям принять этот транспорт, то есть, чтобы люди захотели сами, даже если они не участники, даже если они никак не поддержали, не ускорили, прошли мимо этого проекта, ну, будет и будет, что я там буду, я не верю, что получится, или там еще что-нибудь, но если они будут знать, что вообще, ну, а если бы был такой транспорт, хотели бы? И когда человек понимает, что да, я бы на таком транспорте ездил, 600 километров в час между городами, и при том ты полностью свободен, хочешь сидеть, читай, хочешь наслаждайся красотой окружающего мира, если люди начнут хотеть поголовно, чтобы этот транспорт был в их городах, то он туда обязательно придет, потому что именно подобными способами, я думаю, возможно, как скажем, от наших заявок впоследствии будут приниматься, то есть пришло из там центра Европы, из Белоруссии или там из Латвии очень-очень много, так скажем, не знаю, писем, заявок о том, что у нас здесь необходима трасса между главными городами, скоростная, и если людей много, и они готовы финансировать народным способом эту трассу, чтобы она построилась и, так скажем, приносила и пользу живущим здесь людям на этой территории, еще и прибыль тем, кто ее инициировал, так скажем, из-за чьей ресурс она построилась, потрясающе, у нас мир будет расстраиваться самостоятельно именно народом, там, где это будет необходимо, конечно, не без участия головной компании, все это будет согласовано, но люди могут принимать участие в том, смогут принимать участие в том, где развиваются, какие проекты, какие адресные проекты, то есть, в какой части света будут строиться эти трассы, а далее, чистая электроэнергия, экодома, экопоселения, где какие проблемы будут, там и будут строиться инновационные экологические технологии Экомира, Анатолия Юницкого, поэтому, дамы и господа, у нас все карты на руках, нам нужно только интересоваться, только изучать, чтобы к моменту следующих проектов у нас уже все было, так скажем, схвачено, вся информация уже была у нас, нам не приходилось, сломя голову, изучать, что же там Юницкий сделал, а мы сразу уже знали, что вот это вот так связано, нам уже не нужно тратить время, мы понимаем, что к чему, и можем дальше помогать и мир делать лучше, и сами делать этот мир лучше, ну и, конечно же, свою семью, свое состояние, свое благополучие улучшать тоже, ну, конечно же, лучше всего это коммуникация, потому что такое количество людей, что бы вместе ни делали, благостных, которые хотят творить и улучшать мир вокруг себя, по-любому получится что-то прекрасное и потрясающее, ну, а на данный момент просто представьте, расслабьтесь, устройтесь поудобнее, представьте, электротранспорт, который освободил наши города, нету больше пробок, чисто дышать, нету загазованностей, нету аварий, потому что разгружены наши дороги в нашем городе, везде все цветет, потому что уже через пять лет большинство стран начнет массово переходить на электродвигатели, и останется копейки, единицы, каких-то двигателей внутреннего сгорания, очистятся наши города, мы сможем жить в потрясающем, в потрясающих местах и передвигаться легко, быстро и чисто, при том, что все сделано уже сейчас, причем настолько большой спектр сделан в металле, в железе, в физике и сертифицирован, так много, такой гибкий, так скажем, способ подойти к этой проблеме, вроде одна технология, но мы сможем в разных, в разных местечках, так скажем, использовать именно то, что необходимо, то есть, супер уникально, супер экономично для каждого варианта, именно то, что необходимо, нужно малый пассажиропоток, это маленькая деревенька, и тоненькая трасса, которая вон, в исполнении скалтюбинговой трубой может быть до 2000 метров между опорами, опорами, мы сможем расселить и сделать транспорт в абсолютно все уголки нашей планеты, потому что это минимум ресурсов, минимум земли, и так много пользы, ну и конечно же, чем больше город, чем больше необходимость в пассажиропотоке, тем больше будут увеличиваться наши транспортные средства, и по 6, и по 8 мест, и по 18, и по 48, хоть 200, это могут быть многосоставные транспортные средства, которые, так скажем, там по 25 человек, 8 вагонов, и это идет по берельсовой трассе, которая крепкая, с подвесным и навесным транспортом, то есть пассажиропоток может быть такой же, как у метро, то есть полностью весь, все потребности человечества 21 века, хоть на 10 миллиардов технологии Анатолия Эдуардовича смогут обеспечить, ну а конечно, что говорить о транспорте в 600 километров в час, который превознесет наши возможности просто до небес, представляете, насколько эффективным станет человек со скоростью 600 километров в час, когда вы за один день сможете побывать в разных странах и при этом вернуться домой, сделать так много, ну и эти возможности, которые дают каждая технология Анатолия Эдуардовича, я удивлен, но эти возможности даются всем людям, то есть он все делает в планетарном масштабе и отдает владение этих технологий самим людям, но это же там супер, ну и это гениально, я не устану повторять это, потому что как технологии, так и способы развития, способы, как все это сделано, это необходимо действительно любить жизнь, всю жизнь, чтобы пытаться спасти всю планету с флорой, фауной, с нашей прекрасной природой и самим человеком от точки невозврата, когда мы своим техногенным влиянием, не совсем разумным, расшатаем нашу планету, то есть человек настолько любит жизнь, что дает все, всю свою жизнь отдал тому, чтобы у нас была возможность это предотвратить и направить все в нужную сторону, в ту сторону, в которую мы все хотим, чтобы у нас райское место было на земле, и это возможно, ну и конечно же, это возможно будет еще быстрее для тех, кто участвует в помощи данного проекта, потому что совладение, если вы ускоряете данный процесс, значит вы и совладелец уже становитесь, а если вы совладелец, то вы совладелец одной из, наверное, будет прибыльнейшей компании за всю историю человечества, потому что это транспортная инфраструктура, один из самых дорогостоящих бизнесов в мире, самых коррумпированных хочу заметить, но сейчас, в эру, когда нефть все-таки приходит уже к завершению этой эры нефти, и мы переходим в сторону экологических технологий, нужно смотреть вперед, смотреть в будущее и видеть, куда ставить, так скажем, куда направить свой следующий шаг, куда крепко поставить ногу, и мы переймем на себя все практически грузоперевозки, более 50% транспортного рынка могут перейти в наше, так скажем, в наше покровительство именно струнных транспортных систем в 21 веке, то есть, вы посмотрите, это очень гибкий способ перевозки всех видов грузов, потому что здесь вы увидите и юнитрак, например, штучные, сыпучие, жидкие грузы, то есть, уже все месторождения, например, которые могут загрузить в подобную, либо любые грузы даже мелкого масштаба, могут отправляться таким автоматизированным транспортом, и он пошел по ветви куда угодно, где есть это ветвь, то есть, способ передачи, способ запрограммировать транспортное средство, что оно точно безопасно, доберется и очень быстро, очень экологично, очень экономично, и наш груз просто доставляется в другое место, то есть, эффективность этого заоблачная, но, и опять же, это не все, сыпучие, жидкие, штучные грузы, мы принимаем любого рода контейнеры, то есть, контейнеры, которые сейчас, сейчас существуют, переводятся на, по поверхности воды, на кораблях, или на железной дороге, или ставятся на фуры, мы все это можем перенять на себя, и получать эту огромную прибыль, делая грузоперевозки, быстрее, безопасней, дешевле, то есть, мы быстрее будем получать наши грузы, они будут стоить меньше, потому что вся система экономичнее, и нигде груз не простаивает, он все идет автоматически, нет человеческого фактора, то есть, мы по всем характеристикам, просто выносим их на абсолютно новый уровень, не то, что на чуть-чуть, на проценты, в разы улучшаем, одной технологии, самой первой, самой понятной, самой земной, дамы и господа, это наводит на мысль, правда, что стоит поизучать будущие технологии Анатолия Эдуардовича, потому что это действительно стоит внимания, но и на этом не заканчивают, то есть, здесь любого размера контейнеры и до 60 тонн с учетом груза и транспортного средства, то есть, с такой помощью, также, так скажем, с помощью подобной трассы, мы сможем вывозить в труднодоступных местах руду, то есть, туда, куда не может подъехать ни автотранспорт, не может добраться железная дорога, проложить ее, там необходимы более ажурные, интересные способы, и Анатолий Эдуардович понимает это, настолько широкий спектр разработал, и сейчас предлагает работу как в вечной жаре, где больше плюс 60, так и в вечной мерзлоте, там, где постоянный минус, даже там есть огромное количество пользы для человечества, и даже там в специальном исполнении нашей технологии подходят, то есть, представляете, одна система, которая все объединит и даст самые лучшие показатели, при этом, она самая экономичная, и все другие транспортные отрасли стоят дороже. Вы понимаете, если бы не было коррупции, если бы не было бюрократии, то давно бы уже эти технологии существовали, но в нефтиэру я даже представить не могу, как много труда пришлось вложить Анатолию Эдуардовичу, чтобы пронести сквозь такое тяжелое время нефтиэры свои инновационные экологические разработки. Это было очень тяжело, и я очень рад, что он с этим справился, потому что мы сейчас на пороге 15-го этапа, дамы и господа, и у нас с вами все карты в руках, но и это только начало. Чем дальше, чем лучше развиваются с каждым днем дела, это, конечно, зависит от финансирования, потому что Анатолий Эдуардович выжимает все и вся из того, что у нас есть, то продолжатся следующие проекты, они будут как грибы осенью выскакивать в потрясающем, очень благодарном лесу, потому что даже, вот смотрите, морской порт на шельфе моря, кажется, это один порт, и это не сильно много, но та цена, которую люди платят за его использование, которая попадает с учетом перевозки через этот порт на каждый товар. Земли, так скажем, работы и водные работы, чтобы построить этот порт и обслуживать его, это миллиарды, это огромнейшие деньги, которые и все эти затраты можно уменьшить. И то есть, знаете, как есть чисто не там, где убирают, а чисто там, где не сорят. Только тут с фактом экономии, то есть зачем за что-то платить много, когда можно делать это так же или лучше, в 10 раз дешевле, ну там, или в несколько раз дешевле. Стоит к этому прислушаться, но понять и принять это можно только владея аргументами. Поэтому, дамы и господа, прошу вас, развивайтесь, интересуясь, и вы будете знать, насколько в серии Экомир гениальные технологии. Представляете, вот транспорт любого уровня подошел к подобному порту, который стоит на шелифе, на сваях, и любое водоизмещение любого размера. Не надо это вырывать, не надо делать соприкосновение земли крепкое, чтобы эта вода не подмывала и так далее. То есть гениальные решения любых проблем. Груз берется, поставился на наш юниконд, он уже в пути. Со скоростью 150 или выше километров в час, в зависимости от уровня нашей технологии на тот момент, трасса примет наш груз и отправит его в нужную страну, в нужный город, наружный распределительный пункт. Максимально быстро, максимально экономично и максимально экологично. И этим всем можем владеть мы, народ. Юницкий Анатолий Эдуардович дает возможность людям участвовать в этом, помогать. Точнее, он считает, что это и должно принадлежать народу. И именно люди сейчас в своей массе, в своей силе и мощи могут воплотить эти технологии в жизнь. Далее пойдут и линейные города, и эко-поселения, и будем вместе вырабатывать электричество экологическое, новое, получать гумус, облагораживать и делать плодородную почву свою. С помощью подобных технологий мы сможем озеленять пустыни. И это все абсолютно реально. С помощью электроэнергии, которые добываются по технологии Юницкого, мы сможем делать потрясающие оранжереи в тропических зонах, потрясающие теплицы в умеренном климате либо там, где холодно. То есть с помощью технологии Юницкого мы сможем объять всю планету, расселиться по всей планете равномерно, потому что в урбанизации не будет необходимости. С такой логистикой и с такой скоростью не обязательно жить в городе, ведь ты мгновенно добираешься до нужного тебе места. А с такой логистикой даже в существующих уже города, которые стоят, можно строить трассы хоть поперек квартала, хоть по диагонали, хоть сквозь здания, как угодно. Сейчас с учетом снимков космоса, у нас есть статистические данные всех автобусов, маршрутов, Google Maps или Waze, другие, как люди передвигаются, куда им нужно добираться, где какой загруз. Сейчас можно уникальным образом выстраивать самые лучшие маршруты, за минимальные ресурсы и время строить трассы струнные, и наш город будет становиться суперэффективным. То есть, представляете, технология, которая зайдет уже даже в существующее. Не то, что, а, ну это для нового. Нет, она поможет везде. А по факту все перед вами. То есть, представляете, это просто дорога, новый вид дороги и, соответственно, новый вид транспорта к нему. А меняет все и дает возможности с учетом эко-мира Юницкого абсолютно всему живому на нашей планете фантастическое будущее. И этот рай мы можем сделать вместе. Точнее, мы делаем его уже сейчас. А начинается он с пучков струн. С пучков струн, помещенных в корпус, специальный бетон, который изобрели наши инженеры, который будет убирать шум, шумопоглощение, антикоррозийное свойство и укрепление, так скажем, в определенном месте внутри корпуса этих струн. И головка рельса стальная, по которой идет стальное колесо. С коэффициентом полезного действия 99, а не каких-нибудь 15, там 30 процентов. То есть супер просто, супер понятно и максимально полезно. И очень-очень долго. Именно таким способом оказывается можно описать все технологии Юниско, потому что они все достаточно простые, с виду. То есть кажется все просто, но характеристики того, то, что дает это, это гениально. Есть потрясающие видео у Юниско на ютубе, серия, мне кажется, 7 частей, как он создавал струнный транспорт. Струнные транспортные системы на земле и в космосе называется. Струнные транспортные системы на земле и в космосе. И там потрясающе просто описано, как он приходил к этому. А почему именно такая форма? А почему вот такой рельс должен быть? А если сделать такой? Если такой? Если форма такая? Если три колеса? Два колеса? Если напротив? Если по диагону? Короче, использовал все, взвесил все и нашел лучшее. И это лучшее отдает миру. Самое разумное, так скажем, то, что можно было придумать в перемещении чьего-либо или кого-либо из точки А в точку Б на нашей планете, на поверхности нашей планеты. Но, как я понимаю, у него есть уже и дальнейшие разработки. Это вот трасса сейчас мы будем до 600 км в час, так скажем, сертифицировать струнный транспорт, но будет передвижение в фар-вакууме. Передвижение в фар-вакууме это до полторы тысячи километров в час. И Анатолий Эдуардович уже как 20 лет рассказывал об этой технологии, так что всему свое время, но с такой большой силой, как у нас, когда уже более полмиллиона человек объединилось вместе, мы сможем распространить данную технологию, которую мы уже практически завершили, и дать хороший старт следующим новым технологиям. Ведь они подходят по всему. Супергибкие. Хоть... Ну, то есть, я понимаю, что с помощью такой технологии мы действительно сможем обустроить всю планету. А с помощью такой, так скажем, интеллектуальной возможности, как наши компьютеры, наши электромобили, уже как полуандроиды, которые смогут коммуницировать, общаться между собой в общей системе, может быть, с искусственным интеллектом, еще как-то. все это будет модернизироваться, улучшаться, и у нас действительно будет самый умный, самый безопасный, самый быстрый транспорт, который просто забрал эту задачу от человека. Ему больше не нужно волноваться и тратить время и энергию на данный транспорт, представляете? А данный транспорт с его количеством внешних датчиков машинного зрения, окружающих, которые анализируют ситуацию и сообщают с друг другом, и даже в маленьком средстве более 250 датчиков для полной безопасности и комфорта пассажира. То есть, это суперумные мобили, которые сделают нашу жизнь легче, приятней, дадут потрясающие возможности, ну, и, конечно же, принесут огромную пользу как нам, так и нашим семьям. Ведь, как много людей мы спасем, как много здоровья мы направим в этот мир. И это все мы сделаем вместе. и мы можем сделать это с компанией SkyWorld Community. Каждое слово, каждое внимание, внимание каждого человека, каждый час, который вы изучаете либо рассказываете другим людям о том, что происходит, это меняет наш мир здесь и сейчас. Потому что, сделав это сейчас, вы расширяете те возможности для людей, для этих восьми миллиардов в каждый следующий день. Поэтому не стоит откладывать надолго, ведь это происходит здесь и сейчас. Происходит революция в технологиях, в технологии, в экологии. И делают это люди, объединившись вместе, делают будущее и делают его успешно. Ведь не только юницкие сертифицируют эти технологии. Мы все причастны к этому действию. Мы все создаем новый мир, давая ему опору. А опора это будет струнный транспорт. И эта же опора будет считаться для следующих транспортных, точнее инновационных технологий. Ну а пока я надеюсь я вас убедил в том, что это касается каждого. Даже если вы не используете транспорт и живете где-то, вы живете на планете с замкнутой экосистемой. И этот транспорт необходим. Он самый инновационный на данный момент. Надземный. Освобождает всю поверхность нашей планеты. Мы сможем освободить наши города, нашу землю от тех удавок, которые сейчас когда-то были полезны, но сейчас несут такой вред. Самый скоростной, ведь даже 600 км в час даст нам огромные возможности, а движение в фар-вакууме до 1500 км в час с помощью технологии Юницкого, это будет прорыв еще больший для всех людей на нашей планете. Даст еще больше возможностей. Но уже то, что сейчас струнный транспорт даст такое количество безопасности для людей, сохранит миллионы жизней и десятки миллионов оставит здоровыми людьми. представьте, как это улучшит нашу планету. Конечно же экономия того, что тратится на транспортную дорогу, на транспортную вообще инфраструктуру и разные их направления, это все можно гораздо разумней распределить и то, что сэкономлено направить на улучшение качества жизни людей, а лучше на инновационные экологические технологии Анатолия Юницкого. Ведь мы легко интегрируем, их куда угодно и сделаем нашу планету действительно достойную процветания и жизни, потому что только с нашими силами мы успеем это сделать вовремя до точки невозврата. Дамы и господа, напомню, сейчас завершается четырнадцатый этап. Перед нами будущее. Оно ждет каждого, кто способен осознать важность этого, принять на себя ответственность за свой космический дом, планету Земля и стать частью этого изменения. Конечно, может быть, мог бы один человек какой-то понять, самый богатый и это сделать, но получается так, что этот один человек это народ. Мы, нас миллионы, и мы, объединившись, этот один человек, это продолжение идеи Юницкого, который создат то, что изменит наш мир. Я бы хотел навидеть наши города такими. Я бы хотел перемещаться на одном виде транспорта куда угодно, без всякой пересадки, без всяких самолетов или поездов. И я понимаю, что мы это практически сделали, и это будет доступно каждому. Не единицам, не сотням, не тысячам, а каждому. И я благодарю компанию Sky World Community, всех, кто этим участвует, всех, кто этим занимается, и, конечно же, каждого человека, который приложил свою энергию, либо ресурс, либо слово для того, чтобы это произошло как можно скорее. Ведь перед вами уже существующее будущее. Мы уже попробовали его собственным телом. И это действительно фантастика. пятнадцатый этап для того, чтобы мы успели быть чисты совестью и поделиться со всеми близкими хотя бы один раз тем, что такая технология существует. Именно таким образом как можно скорее мы сможем прийти и стать, так скажем, космической цивилизацией и начать осваивать уже дальше не только нашу планету, но и близлежащий космос, хотя бы ближний. Но для этого сначала порядок необходимо навести именно на нашей планете. Я благодарю вас за внимание. Сейчас, конечно же, я после окончания поставлю вам еще видео с интервью с Анатолием Юницким, чтобы вы порадовались последним самым новостям и были готовы уже к следующему его выступлению, которое будет уже очень скоро. А пока я прощаюсь с вами и желаю всего самого наилучшего. Будьте здоровы, дышите глубже, конечно же, делитесь тем видео, которое сейчас увидите, и ждем вас в Skyworld комьюнити. Заходите на официальный сайт, обращайтесь к тем людям, которые вас сюда пригласили, и, пожалуйста, будьте открытыми новому, будьте инноваторами, потому что сейчас мир нуждается в изменении. Если вам тоже в каких-то местах не нравится, как происходят дела в нашем мире, и вы хотите это изменить, встаньте этим изменением, будьте этим изменением. Благодарю вас, дышите глубже. И Skyworld комьюнити всегда с вами. Благодарю вас за внимание. Улыбок. Видео будет сейчас. Улыбок.